Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Еду на тренировку и поговорим на очень интересную тему. Несмотря на то, что уже тысячу раз мы это все обсуждали, все равно мне приходят вопросы по поводу, как изолировать тот или иной пучок трицепса, каким упражнением, какое упражнение воздействует. И несмотря на то, что уже и я, и более грамотные люди не раз говорили о том, что невозможно, друзья, трицепс как-то прокачать таким образом, чтобы работал какой-то один пучок или два, трицепс, друзья, всегда работает, всегда работает. Всеми тремя пучками. Ситуация с трицепсом, она очень схожа с бицепсом. В том плане, что, как и две головки бицепса, все три головки, все три пучка трицепса сходятся в одно общее сухожилие. Вы можете посмотреть анатомический атлас, если не верите мне. И крепятся они все к локтевому суставу, к локтевой кости. Так вот, основная функция трицепса, что у нас? Разгибание предплечья, правильно? Что бы вы ни делали, друзья, как бы вы ни извращались, ни изощрялись, трицепс будет работать всегда всеми тремя пучками. Представьте себе такую ситуацию. Просто вот возьмите три резинки. Короткую, длинную и среднюю. Примерно такая ситуация с головками трицепса. И присоедините их к одной общей веревке, что будет являться как бы сухожилием. А вы знаете, да, что сухожилие связывает мышцы с костью. Связки связывают кости между собой. Так вот, потяните каким-либо образом так, чтобы напрягалась какая-то, растягивалась только какая-то одна резинка. Как это сделать? Никак, друзья. Все настолько просто и элементарно, что даже смешно. Для чего? Почему? И откуда вообще все эти мифы о том, что тот или иной вид движения, упражнения воздействует как-то по-особенному на какой-то либо пучок. И сейчас я говорю не только о трицепсе. Все очень просто. Ведь персональным тренерам нужно оправдывать свою персональную направленность. Почему вы покупаете у них тренировки? Почему вы должны покупать у них тренировки? Ведь мало кто захочет вникать, какое из упражнений подключает тот или иной пучок, ту или иную часть мышцы. Хотя ни то, ни другое невозможно в принципе. И понятно, когда человек, который далек от всего этого, верит в это. Но когда сейчас информация доступна, когда вы сами можете изучить медицинскую литературу, а не каких-то блогеров смотреть, вы сами можете понимать, что и как, и для чего происходит. На самом деле упражнений для трицепса действительно очень и очень много. Но все они грузят трицепс одинаково. Единственное, на что можно разделять и нужно упражнение, это на базовое или изоляционное. Что это значит? Работает ли один сустав, работает ли только трицепс в упражнении, что будет, естественно, изолированным, или подключаются другие суставы и другие мышечные группы, что будет базовым. Если вы натуральный атлет, то вам, естественно, в первую очередь, преимущественно нужно делать базовые движения для всех мышечных групп. Только по той простой причине, что такие упражнения более трудоемкие, и организм на них откликается совсем по-другому, выбрасывая большее количество гормонов в кровь. Естественно, тем, кто тренируется, скажем так, ненатурально, применяет различную фармакологию, для тех может иметь место работа над бицепсом и над трицепсом исключительно, скажем, в изоляции. Другая ситуация, что если вы, прокачивая трицепсы, к примеру, лучшими упражнениями, на мой взгляд, для этого, для этой мышцы, жимом, штанги, узким хватом или отжиманиями на брусьях, будете распылять нагрузку, особенно если эти мышцы, ассистенты грудные и плечи, которые будут работать в этом упражнении и в жиме, и в отжиманиях, будут забирать больше нагрузки у трицепса. Тогда имеет место добавить к одному базовому движению естественно одно изолированное. И этого, друзья, вполне будет хватать. В идеале, лучше прокачивать трицепсы, когда вы делаете какие-то жимовые движения, соединять их с теми же грудными мышцами или с дельтами, если вы делаете жимы для дельт. Вот и все существенное отличие у упражнений для трицепса. Многие скажут, Егор, ну как же, вот посмотри, у кого-то очень мощно развит длинный пучок, у кого-то хорошо развит боковой пучок. Да, друзья, действительно, но упражнения на это никак не влияют. Какое упражнение вы данный атлет не делал или какой-то либо другой человек, будет большим тот пучок, который генетически к этому предрасположен. Другими словами, если у вас от природы заложено, что у вас самый мощный, большой и крепкий пучок какой-то из трех, то так и будет. И никакими упражнениями изменить эту ситуацию вы просто-напросто не в силах, не сможете. Да, вы сможете увеличивать общую мышечную массу трицепса, но, повторяюсь, только в том аспекте, которым задан это генетическим кодом. и не нужно говорить, что то или иное упражнение, неважно базовое или изолированное, воздействует на какой-то из пучков отдельно. Поверьте, это очень и очень безграмотно. Почему я еще затронул эту тему, мне постоянно пишут же в личку, задавая различные вопросы. Так вот, прошел курсы один из моих подписчиков. По-моему, компания, проводящая эти курсы, называется StartFit, ездит по городам России, там, чуть ли не за неделю, обучает персональных инструкторов, понимаете, неделю, и выдает сертификаты. И теперь мне совершенно ясно становится, почему и откуда берется такое количество мифов. с тем качеством штамповки персональных инструкторов, я считаю, что этих мифов еще и не очень-то и много. А что думаете вы, напишите в комментариях. И еще очень интересному моменту научили этого парня на этих уроках. Возьмите себе на вооружение псевдо инструктора, псевдо персональные тренера и впаривайте эту чушь дальше. А именно, если работать на трицепс и не разгибать руку до конца, другими словами, работать в стато-динамике, в ограниченном участке амплитуды, то больше будет работать верхняя часть и середина трицепса. а если разгибать руку полностью, то тогда будет подключаться больше нижняя часть. Для тех, кто разбирается, это звучит как анекдот, да, понятно и смешно. Возьмите опять-таки резину, можно не три пучка, а возьмите просто резиновый жгут и попытайтесь его растягивать как хотите, таким образом, чтобы растянулась к примеру только серединка или верхняя часть, или нижняя, или какая-то из двух, а другая не растягивалась. Если у вас это получится, вы красавцы. Так что, друзья, не нужно коллекционировать и охотиться за сертификатами. Поверьте, если вы грамотный специалист, практик и изучаете теорию, методику физического воспитания и спорта, куда будут входить все дисциплины и анатомия, и физиология, то вы сами будете понимать и разбираться, где чушь и ересь, а где истина. И лучше читать простые медицинские учебники современные, где вы будете четко понимать, что куда работает. Потому что очень много нереальных культуристов развелось, которые являются суперспециалистами, как они говорят в анатомии и в биомеханике, по сути ничего не понимая, впаривая такую чушь у себя на каналах или на своих тренировках, что просто становится страшно за тех людей, которые приходят к ним тренироваться. с другой стороны, это, конечно же, не страшно, если человеку впаривают какие-либо мифы. Для здоровья это, как вы скажете, не является опасностью или угрозой. А я считаю, что основная задача инструктора это, как и доктора, не навредить. Поэтому, если подходить с этой точки зрения, то молодцы, ребята, разнообразят тренинг, делают его более интересным для людей, более таинственным, загадочным, сложным. Хотя в этом нет ничего сложного. А интересно всегда. Неужели не интересно, как работает твое тело? По крайней мере, на этапе, когда вы молодой парень, девушка, сами тренируетесь, хотите стать тренером, инструктором. мне кажется, это очень интересно. Именно так я и выбрал свою профессию. И я выбрал, куда мне нужно идти, поступать, учиться в университет. Мне было уже за 20, когда я это понял, когда я осознал, что мне интересна физическая культура и спорт. И я пошел учиться на факультет физической культуры и спорта, где почти 6 лет отучился самостоятельно. И друзья, это не курсы, вы должны понимать, это университет и факультет физической культуры и спорта. Так что, выбирая своего тренера, можете просто спросить его, какое упражнение подключает, к примеру, внутренний пучок бицепса и спросить его, каким упражнением прокачать длинную головку трицепса. Если человек вам начнет называть такие упражнения, то смело извинитесь и ищите себе другого инструктора. Это такой вопрос с подвохом, как вы понимаете. У нас был на экзамене, когда я учился, работая на автовазе, на конвейере, естественно, как любой здравомыслящий и с перспективами человек. Я не хотел оставаться на нижнем уровне, я хотел продвигаться. Ближайшая перспектива, которая для меня была, это ремонтники. И я учился на ремонтниках, и там был такой вопрос, в каких перчатках работать на токарном станке. Вот то же самое с теми вопросами, которые я вам предлагаю задать вашему инструктору. Друзья, задавайте вопросы в комментариях, пишите темы, которые вы хотели бы услышать, увидеть в статьях, в видеоуроках. Именно ориентируясь на ваши пожелания, ваши интересы, я стараюсь сделать и ролики, и статьи, и чтобы канал был интерактивным. Можете даже снимать себя на видео, свои тренировки, присылать. Если вы являетесь инструктором, если вы придерживаетесь тем более моих взглядов, снимите о себе видеоролик, где вы тренируете, в каком клубе, я совершенно бесплатно выложу его у себя на канале. Если же вы снимете адекватный ролик без ругательств, где вы высказываетесь против того, чему учу я, к чему призываю, тоже смело присылайте его мне на почту, я его тоже обязательно выложу, тоже совершенно бесплатно. Надеюсь, друзья, данный ролик был для вас полезен, и вы теперь знаете, что как бицепс, так и трицепс, несмотря на то, что имеют они соответственно две и три головки, все они соединяются в одно общее сухожилие. естественно, две головки бицепса в свое сухожилие, три головки трицепса в свое. Имеют свою определенную функцию. И что бы вы ни делали, какое упражнение вы бы ни делали, вы не можете каким-либо образом смещать нагрузку на отдельный бучок, будь то бицепс, будь то трицепс. Или, тем более, вы не можете смещать нагрузку вверх или вниз по мышечной группе. Любой мышечной группе. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек о всех тонкостях тренинга питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось, если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику. Расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok